Сейчас в Красноярске идут тотальные проверки торговых точек под особым вниманием павильоны, магазины и склады, где реализуются и хранится алкоголь. Специалисты уверяют, что некачественная продукция в нашем крае не производится. Суррогат к нам попадает с Северного Кавказа, из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому на заседание Координационного совета было принято решение тщательнее контролировать ввоз спиртного на всех видах транспорта. Все силы и средства ООН брошены на недопущение такой ситуации впредь. Во-первых, наши сотрудники ГИБДД дежурят на всех улицах города Красноярска. Происходит досмотр, как грузовиков, цистерн, что они везут с целью выявления незаконного провоза незаконной алкогольной продукции. Второе, фиксируются все автотранспортные средства, на которых есть реклама о реализации алкогольной продукции. Эта информация стекается в рабочую группу. Все камеры в рамках безопасного города направлены на выявление таких автомобилей. В среднем в Красноярске в день фиксируются до 20 случаев незаконной реализации алкогольной продукции. Зачастую предприниматели торгуют без лицензии. Однако, по словам специалистов, сейчас очень важно не навредить бизнесменам, которые все же соблюдают закон. Самое главное, чтобы из-за таких трагических случаев не страдали добросовестные предприниматели. Конечно, предприниматели всю жизнь выстраивали свой бизнес, каким-то образом торговали тем, что покупали по сертификатам. А вот из-за таких случаев можно закрыть или порушить весь бизнес. Но власти, представители бизнеса и общественные организации согласились, что необходимо ужесточить меры. Если алкоголем торгуют в павильоне и на продукцию нет документов, то через суд его будут сносить без выяснения, откуда поступили бутылки. Продавать крепкий алкоголь в ларьках запрещено законом. Если такие события будут совершаться со стороны владельцев временного сооружения, безусловно, мы будем в условном порядке расторгать договора на право размещения временного сооружения, право использования земельного участка и демонтировать подобного рода временное сооружение. Также любая торговля спиртным с рук или через интернет является незаконной. Продавать алкоголь могут только в магазинах. Крупные торговые сети тоже сейчас активно проверяют. Здесь нарушений меньше. Возможность появления случайной продукции на полках крупных сетей, она ничтожно, ничтожно мала. И для предупреждения подобной ситуации, я считаю, что алкоголь можно покупать только в крупных торговых сетях. Также будет разработана памятка для красноярцев с советами, как отличить суррогат от качественного алкоголя. Екатерина Погорелова, Павел Патрилицын. Новости.